Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос, он зависит от того, какой контекст у этого сообщения, у этой фотографии, которую вы привели. То есть, какой контекст у вас? Ну, вот вы, значит, вас зовут Маргарита, соответственно, вы выкладываете фотографию, где семья сидит, значит, на которой реальная семья изображена со спины, то человек этим хотел сказать. Вы понимаете, многое, очень многое зависит от того, в какой ситуации находится человек, какой у него характер, какой у него тип личности, какое у него настроение, какое у него отношение к вам, лично к вам, и к социальной сети в целом. Ну вот, если говорить о непосредственно этой картинке, где семья как бы сидит перед стеной, если я правильно понял, то это же стена, значит, семья сидит перед стеной, спиной, значит, к сопряшиму, вот, они, что интересно, друг друга не обнимают, они как бы смотрят на стену, и это может говорить о том, что, значит, члены семьи разопрошены, то есть между ними нет понимания, каждый из них сам по себе, но при этом привязан друг к другу, и, собственно, они не счастливы за это. Стена здесь, это, вероятно, указывает то, что они или идут никуда, или видят пустоту, или бьются об стену, пытаясь что-то донести до каждого члена семьи, но у них это не получается. Это первый вариант. Значит, если мы берем просто семью, значит, без стены, да, без наличия стены, и как бы, значит, что вот просто видно эту семью со стены, это означает, что люди, окружающие, видят другие семьи именно так, как бы со спины. То есть они не видят, какие эмоции у людей в этой семье, они не видят, какая у них жизнь, как у них отношения. видят, видят семью со спины, видят семью как бы снаружи, а начинают видеть только внешнее, а не видят внутреннее. И этим, вот эта фотография, человек мог показать, что вы не видите то, что происходит у нас в семье, мы не показываем этого, мы не хотим выносить наши проблемы в общество, или напротив, в семье не всегда все гладко, значит, как кажется на первый взгляд. Обратите внимание на то, что между мужчиной и женщиной в этой семье сидят дети. То есть как бы дети разделяют их, отгораживают друг от друга, но в то же время, в то же время, они же их связывают. И в этом контексте данный аспект может говорить о том, что именно супруги не так, чтобы и счастливы в этой семье, они просто-напросто из-за детей чувствуют себя не свободными. Но дети их же как бы и рассорили, то есть именно из-за детей, они стали, может быть, друг для друга больше живыми для себя. То есть очень многое здесь зависит от контекста, очень многое. Человек мог сказать, в принципе, вот то, что я вам озвучил. Как видите, это довольно противоречивые моменты, да, то есть с одной стороны, человек как бы показывает, что семья – это такое образование, которое не подлежит изучению извне, что другие люди не знают, что происходит внутри семьи. С другой стороны – это то, что в семье есть некоторые проблемы. И третьего – это то, что, значит, и мужчину и женщину дети разобщились. Тут примечательно, что никто друг друга не обнимает, то есть нет ощущений, что это дружественная семья, да, такая вот семья, в которой все хорошо, в которой люди близкие. Такое ощущения нет, есть ощущения, может быть, напряжение, вот позы напряженные, есть ощущения от такой некой, топорности в позах, есть ощущения некой, обособленности каждого из них. Есть подозрения, что маленький ребенок, как бы, находится в определенной инфронтации по причине того, что мать и старшая дочь не находят общего языка. Вот. Еще раз повторю, это только подозрение. Вот. Ну, на этом, я думаю, можем закончить. Надеюсь, основной мысль я до вас донес, что многое зависит от контекста, и если вы постараетесь понять контекст, в котором эта фотография была выложена, то вы поймете то, что хотел сказать этим человеку. Потому что здесь в диаметральном противоположне могут быть посылы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!